МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко о главном. В региональном МВД журналистов проинформировали о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности в период летних каникул. Найдите папу. Судебные приставы продолжают работу по розыску родителей-алименщиков. Госавтоинспекции сообщают подробности страшных ДТП. Теперь обо всем подробнее. Во вторник в региональном управлении МВД состоялась пресс-конференция, посвященная работе рязанских полицейских по обеспечению общественного порядка и безопасности в период летнего курортного сезона. Самое пристальное внимание стража порядка уделяют детской безопасности. Комплекс мероприятий охватывает сразу несколько направлений. Обеспечение охраны мест пребывания детей, выявление и пресечение нарушений антиалкогольного и антитабачного законодательства, безопасность дорожного движения. Более подробно в материале о Наталье Новиковой. В МВД России в Рязанской области состоялась пресс-конференция, посвященная работе рязанских полицейских по обеспечению общественного порядка и безопасности в период летнего курортного сезона 2015 года. С докладами выступили руководитель службы по делам несовершеннолетних у МВД России по Рязанской области Андрей Бармин и старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения регионального ГИБДД Владимир Кузин. К сожалению, федерального стандарта обучения правилам дорожного движения в школах, в других образовательных организациях нет. Поэтому вся нагрузка по обучению детям, детей безопасному поведению на дорогах ложится на сотрудников госавтоинспекции. Конечно же, мы работаем в тесном контакте с Министерством образования Рязанской области. Наши сотрудники ходят в школы, проводят беседы с детьми, на родительские собрания, круглый год проводят конкурсы. Однако, конечно же, нам необходима помощь родителей. Без нее мы не справимся. Наряды ППСП максимально приближены к местам отдыха подростков, что позволит обеспечить контроль и охрану общественного порядка в каждом лагере, в которых на время оздоровительной кампании 2015 года на территории Рязанской области запланировано 352. Для поддержания правопорядка в районах расположения оздоровительных лагерей будут действовать мобильные полицейские группы, автопатрули и другие наряды. В целях организации надлежащей работы в зоне летних оздоровительных лагерей участковыми, уполномоченными полицией, инспекторами по делам несовершеннолетних уже проводятся целенаправленные мероприятия по пресечению продажи спиртных напитков несовершеннолетним. Для обеспечения безопасности перевозки детей к месту отдыха и обратно проводятся обследования состояния дорог, мостов, железнодорожных переездов на путях движения общественного транспорта в зоны отдыха и места массового пребывания граждан. Принимаются меры к устранению выявленных недостатков. Для перевозки детей к местам отдыха и обратно будет организовано бесплатное сопровождение автобусов экипажами ДПС ГИБДД. С водителями планируется проведение бесед по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В период летнего отдыха детей также будет реализована акция «Внимание, дети!», в ходе которой профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей уделяется самое пристальное внимание. Сотрудники госавтоинспекции сообщают сразу о нескольких крупных дорожных происшествиях, в которых погибли люди. Одно из них унесло жизни 10-месячного мальчика и 5-летней девочки. Виновник аварии, пьяный водитель, отмечал свой 37-й день рождения. Потробнее в сюжете. За 5 месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей произошло 67 ДТП, в результате которых 12 человек погибло и 103 получили травмы. И сколько бы ни говорили о том, что пить за рулем нельзя, всегда находится кто-то, кому море по колено, а в результате рушатся человеческие жизни. 9 июня в Ухоловском районе Рязанской области произошло ДТП, в результате которого погибли двое маленьких детей. 37-летний водитель, управляя автомобилем «Москвич», при обгоне транспортного средства не справился с управлением, допустил боковой занос автомобиля и его задней частью совершил наезд на трех пешеходов – маму с сыном и племянницей. Женщина с двумя детьми шла по краю проезжей части навстречу движения транспорта. В коляске находился 10-месячный сын женщины, и с ними была 5-летняя девочка. В результате дорожно-транспортного происшествия дети получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. Женщина с множественными травмами госпитализирована в Карамблинскую центральную районную больницу. Установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Как оказалось, в этот день водитель отмечал свой 37-й день рождения. Еще одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в тот же день на 261-м километре дороги федерального значения Москва-Астрахань, которая проходит по территории Скопинского района. Столкнулись автомобили «Лексуса» и «Лада Гранта», в результате чего 64-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте ДТП. Со слов водителя «Лексуса», он двигался по своей полосе движения, как заметил, что водитель «Лады Гранты», находясь с правой стороны на полосе разгона, начал осуществлять поворот налево, не убедившись в безопасности своего маневра. 33-летний житель Москвы, который управлял автомобилем «Лексус», применил экстренное торможение, однако удары избежать не удалось. От столкновения отечественный автомобиль съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Часто мы забываем, что не только водители являются непосредственными участниками дорожного движения, и что, будучи пешеходом, тоже необходимо соблюдать правила. Каждое третье дорожно-транспортное происшествие в нашей области – наезд на пешеходов. Так, за пять месяцев с их участием произошло 188 ДТП, в результате которых погибли 36 человек, 171 получил травмы. Как показывает практика, наиболее аварийным временем в городе является вторая половина дня – с 15 до 21 часа, а наиболее аварийными днями недели – в воскресенье и вторник. В сельской местности наибольшее количество ДТП фиксируется с 18 до 21 часа, а самый аварийный день – четверг. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения пешеходами. Так, в результате профилактического мероприятия, прошедшего вчера, только за несколько часов было выявлено более 50 нарушений со стороны пешеходов. А в Рыбновском районе в один день произошли две аварии по вине пешеходов, приведшие к трагическим последствиям. Женщина-пешеход переходила проезжую часть в неположенном месте, в результате чего на нее был совершен наезд фурой. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ДТП. Сегодня ранним утром похожее ДТП произошло на той же трассе на 183-м километре. Молодая женщина пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Сначала ее пропустила фура, следовала за которой легковой автомобиль «Ситроен», водитель которого не заметил женщину-пешехода, совершил на нее наезд. С тяжелейшими травмами, состоянием комы, женщина госпитализирована в областную клиническую больницу. А ведь не так уж и сложно переходить дорогу только в предназначенных для этого местах, на зеленый сигнал светофора и глядя по сторонам. И помнить, что жизнь у нас все-таки одна, и ее нужно беречь. Дети – цветы жизни. Только вот некоторые нерадивые родители зачастую предпочитают делать вид, что не помнят о своих чадах. И хотя ответственные органы с частичной регулярностью напоминают им об их обязанностях, многие такие забывчивые папы. И что самые страшные мамы уверены, что если они исчезнут из жизни ребенка, то так будет лучше всем. Вот такая она логика опороженного эгоиста. Судебные приставы с такими персонажами ведут непрестанную борьбу. А разыскивают пропавших без вести родителей весьма необычным способом. В торговых центрах на виду у тысячи горожан развешиваются фотографии альменщиков. Акция под названием «Внимание, потерялся папа» по мнению руководства ведомства поможет призвать к ответственности родителей, отвернувшихся от своих детей. «Ищу папу» – под таким девизом прошла акция, организованная Управлением Федеральной службы судебных приставов. Прямо в холле крупного торгового центра «Виктория Плаза» на два часа появились стенды с фотографиями и фамилиями тех, кто уклоняется от уплаты алиментов. На сегодняшний день в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области находятся свыше 7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. И около 3,5 тысяч родителей в Рязанской области уклоняются от уплаты алиментов. Это вот так называемый черный список должников по алиментам. И среди этого черного списка должников есть еще один такой называемый черный список. Это те должники, которые не только уклоняются от уплаты алиментов, но они еще и скрываются от судебных приставов. То есть таких должников около 600 человек. И вот в целях розыска таких должников мы решили организовать акцию под названием «Внимание, потерялся папа». Между тем название неточное. Среди злостных неплательщиков есть и мамы. На стендах представлены далеко не все должники. Здесь порядка 30 фотографий, тогда как неплательщиков на Рязанскую область около 600. Данные всех должников можно увидеть на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области в разделе «Розыск». Акция у нас проводится впервые в Рязанской области, но могу сказать, что в других областях она проводится регулярно, и там есть положительные результаты. После этих акций бывали случаи, когда не только люди звонили и говорили о том, что они знают, где находится этот должник, но и бывало, что сами должники обращались в службу судебных приставов и начинали платить после этого алимента. Мы надеемся, что и у нас будут такие положительные результаты тоже. Заинтересованность простых прохожих налицо. Люди рассматривают фотографии, возмущаются, задают приставам вопросы. Таким образом мы стараемся сформировать в обществе негативное отношение к неплательщикам алиментов, потому что вот мы, акции сколько, ну сейчас минут 15, наверное, мы только как повесили этот стенд, и уже подходят люди, они интересуются, они смотрят эти фотографии. Многие возмущаются, что как так, действительно эти люди не платят алименты. Мы говорим, да, они не платят, но они не только не платят, они еще и скрываются. То есть люди с возмущением относятся к таким должникам. Сегодняшним вечером такая же акция пройдет в торговом центре «Премьер». Погода в первый летний месяц нас не очень-то балует, хотя на июнь и возлагались большие надежды. Когда же уже можно будет перестать жаловаться на холод и начать жаловаться на жару, узнаем у Натальи Новиковой. В начале рабочей недели в нашем городе посвежело. Обязаны мы этим полю повышенного атмосферного давления, которое определяет погоду на территории Рязанской области. В ближайшие пару дней погода существенно не изменится, разве только возрастет вероятность дождей. А затем порциями к нам станет поступать тепло. 11 июня ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью по области 5-10 градусов тепла, в Рязани 7-9. Днем 18-23 по области и 20-22 в Рязани. 12 июня ожидается переменная облачность. И при прохождении атмосферного фронта местами ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью 6-11 градусов по области, 8-10 в Рязани. Днем существенно не изменится. 18-23 по области и, соответственно, в Рязани 20-22. В субботу по-прежнему ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. А температура воздуха начнет расти. Если ночью пока по-прежнему прохладно, плюс 6-11, днем уже вполне жаркие 20-27 по области и 24-26 в Рязани. В воскресенье жара продолжит усиливаться. Местами воздух может прогреться до плюс 30. Так что, если купальный сезон до сих пор открыть не получилось, погода выходные обещает быть вполне располагающей к таким по-настоящему летним подвигам. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Далее смотрите программу подробностей, гостем которой стал Александр Цулимов, директор муниципального предприятия города Рязани, Кустовой вычислительный центр. Речь пойдет об оплате жилищно-коммунальных услуг. А мы увидимся с вами завтра на Рязанских кабельных. Всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова